Мы готовим следующие проекты в этом направлении исследования солнечно-земных связей. Это проект «Резонанс». Проект «Резонанс» нацелен на ядро магнитного поля Земли. Расстояние примерно от Земли около 40 тысяч километров. Это там, где очень сильные радиационные пояса у Земли. Земля имеет магнитное поле. Помимо того, что нас закрывает, оно имеет тенденцию очень сильно энергичные частицы накапливать в магнитных бутылках. Проект «Резонанс» предполагает запуск четырех спутников. Каждый из которых будет работать в такой системе. Все их данные будут сравниваться. И мы сможем понять на таком и глобальном, и микроскопическом уровне, как радиационное окружение Земли работает. От чего оно зависит. И главное, какова его динамика. Для Марса сейчас обсуждается, это не собственно Марс, но Марс тоже. Проект «Фобос-Грунт». Проект «Фобос-Грунт» – это очень сложный проект. Он в каком-то смысле тоже продолжает наши не совсем успешные попытки 80-х годов. Готовится новый эксперимент. Он называется «Фобос-Грунт». Возврат грунта с Фобоса. То есть задача ставится более сложная. Идея. Надеемся. Мы, значит, две возможности запуска есть. Мы сейчас работаем на том, чтобы успеть в 2009 году. Проект состоит в том, что, значит, космический аппарат выходит на орбиту Марса, ну, через 11 месяцев после запуска с Земли. Начинает сближение с Фобосом, выходит на траекторию с Фобосом. Это такой сложный, прецизионный процесс. Но в это время производится исследование Марса как такового с этой орбиты. Она довольно хорошая орбита Фобоса. И следующий шаг – это сближение с Фобосом, мягкая посадка на него, что тоже непростое дело. Забор грунта. Примерно 100 грамм грунта кладутся в специальную капсулу и отсылаются на Землю. А на возвращаемом аппарате основной такой посадочный блок остается на Фобосе. И начинает уже такой подробный анализ его вещества. Там специальные массоспектрометры. Для Венеры мы готовим свой национальный проект на середину следующего десятилетия. Он называется «Венера-Д» от слова «долгоживущая станция». Идея в том, что на Венере при температуре у нее примерно несколько сотен атмосфер давления. Сотни атмосфер давления, несколько сотен градусов. Конечно, при таких условиях зонды, которые попадают на поверхность Венеры, успевают передать сигнал. И до сих пор они погибали. Мы думаем создать такой зонд, разработанный идеей, как его охлаждать, который проживет хотя бы несколько дней. И сумеет информацию передать более подробно. Плюс в атмосфере Венеры этот проект выпустит баллоны, шары, которые удобные, поскольку там плотная атмосфера. Их можно выпустить на достаточно большой высоте. Изучить и циркуляцию, и химию атмосферы Венеры. Они достаточно долго будут там летать. Ну и дальше, если так говорить про планеты. Ну, наверное, такой самый проект, которым как-то сейчас больше всего тут у нас многие увлечены, в том числе и я. Это проект исследования спутника Юпитера Европы. На Европе открыт океан жидкой воды, покрытый толстым слоем льда. Здесь много трудностей, много сложностей. Потому что у Юпитера, вот я говорил о земном радиационных поясах, которые резонанс исследуют. Из Юпитера эти пояса намного порядков мощнее, более мощные. И как раз и в особенности, но и в Европе, они находятся в них. И как бы ничего с этим не сделаешь. И дозы радиации, которые космический аппарат получен, очень высокие. Поэтому вот американские коллеги, которые делают орбитальный аппарат вокруг Европы, они, значит, надеются прожить на орбите около 100 дней. Ну, посмотрим, для нас 100 дней, конечно, это маловато. Но поскольку мы сядем уже на эту планету, немножко мы будем защищены от радиации самим этим спутником Юпитера. Может быть, сейчас доведутся расчеты. Может быть, мы сумеем прожить там хотя бы несколько месяцев. Но это, в принципе, конечно, достаточно для того, чтобы этот анализ провести. Продолжение следует...